Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты. Бюро новостей до ВИЧ и я, Светлана Халявина. Смотрите в этом выпуске. Ни пенсии, ни работы. Как повышение пенсионного возраста может повлиять на ситуацию с трудоустройством? Я думаю, даже на продавца невозможно рассчитывать в таком возрасте. Куда встать? Как в Кирове решается вопрос с нехваткой парковок. В других городах мы можем посмотреть, как используются, может быть, рельефы местности, те же овраги. Вместо исторических зданий – торговый центр, где может появиться очередная торговая точка. Не город, а джунгли. Глава администрации Кирова Илья Шульген сегодня отчитал подрядчиков за плохую работу. Говорит, в отчетах значатся сотни выкошенных квадратных метров газонов. А по факту город зарос борщевиком и репейником. Трава не скошена ни на придомовых территориях, ни рядом с учреждениями торговли. Даже проезды к некоторым детским садам и школам заросли. Теперь в администрации должны сформировать конкретный график работ по всем проблемным адресам. Эти сроки не могут быть больше семи дней, уточнил сети-менеджер. А если земля муниципальная или за нее отвечает управляющая компания, то и вовсе на расчистку дается два дня. Одна из самых проблемных улиц Кирова отремонтирована. Сегодня эксперты приняли в эксплуатацию дорожное покрытие на Луганской. Новый асфальт появился на протяжении всей улицы от Менделеева до Октябрьского проспекта. На время ремонта движение на оживленной магистрали не перекрывали, а основную часть работ проводили ночью. Сегодня специалисты отметили, что объект сдали в срок, нареканий по качеству покрытия нет. На ремонт потратили 61 миллион рублей. Добавлю, что Луганская стала 30-й улицей, отремонтированной в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом, как отметили в департаменте городского хозяйства, ремонт дорог в Кирове идет по утвержденному графику. На сегодняшний день, можно сказать, что принята работа протяженностью 32 километра. Общая у нас протяженность, которую мы в этом году отремонтируем, порядка 94 километра. То есть, в принципе, на сегодняшний день те сетевые графики, которые подрядчики для себя определили, они по большому счету выполняются. В минувшие выходные сразу в нескольких городах страны прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В среднем на них пришли до 3000 человек. Исключением стал Екатеринбург. По данным издания «Коммерсант», организаторы насчитали там больше 10 тысяч протестующих. На акциях люди заявляли, что для поднятия пенсионного возраста нет никаких экономических причин, что работы для возрастных людей попросту не будет. Так ли это, попыталась выяснить Елена Шарыгина. Водиться с внучкой Наталья Нечаева может лишь в свободное время. Несмотря на то, что женщина уже вышла на пенсию, ей 67 лет, работать не перестала. По образованию она электромонтажник, но работает дворником. Оказалось, что возрастным работникам предлагают лишь низкоквалифицированный труд. А с принятием пенсионной реформы проблема не решится, считает женщина. Ну, сейчас вот приходится работать, потому что пенсия маленькая. А к повышению отношусь, потому что вот даже в 45 лет сложно было найти работу. Я работала и сторожем, я работала и дворником, я где только не работала. Так что, я считаю, что это неправильно. С этим соглашаются и некоторые кировчане. Человек в предпенсионном возрасте рискует попасть под сокращение. А найти новую работу им не так-то просто. Я думаю, даже на продавца невозможно рассчитывать в таком возрасте. Бабушке, контролером где-то посидеть, охранника может где-то, уборщиком. Посудомойка, дворники, все. Кто хочет, тот работает, без проблем находит работу. Однако в областном центре занятости населения рассказали, люди пенсионного и предпенсионного возраста могут пройти обучение и получить новую профессию. Сейчас востребованы машинисты котельной, охранники, печники, повара и штукатуры-маляры. Ежегодно за поиском работы в областную службу занятости обращается более трех тысяч граждан предпенсионного и пенсионного возраста, что составляет около 10% от всех граждан, ищущих работу. За первое полугодие 2018 года из 1428 граждан пенсионного возраста, обратившихся в центры занятости населения, смогли найти работу 422 гражданина, то есть порядка 31% от числа обратившихся. Остальные 70% так и остались без работы. Поэтому некоторые кировщане считают, что для нашего региона пенсионная реформа неактуальна. Да и в целом область и так переживает не лучшую демографическую ситуацию. Тем временем в Федеральной службе государственной статистики посчитали, что в Кировской области численность населения сокращается. Так, по данным специалистов, в этом году в регионе проживает 1 миллион 283 тысячи человек. Годом раньше эта цифра была больше на 8,5 тысяч. А если сравнивать с 2010 годом, когда проходила всероссийская перепись, то количество жителей области и вовсе сократилось на 58 тысяч человек. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Тем временем законопроект уже приняли в первом чтении, в преддверии – второе. Напомню, что согласно документу, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63. Но условия еще могут измениться. До 25 сентября депутаты могут вносить свои предложения. Что уже сейчас хотят поменять народные избранники? Информацию собирала Екатерина Зубарева. 328 депутатов за, 104 против, воздержавшихся нет. При таком раскладе законопроект, согласно которому, мужчины будут выходить на пенсию по старости в 65 лет, а женщины в 63 был принят в первом чтении. Однако ко второму чтению проект должен пройти обсуждение, причем не только на федеральном уровне, но и в регионах. Предложения уже поступают, вот некоторые из них. Члены Общероссийского народного фронта предложили продлить переходный период при повышении пенсионного возраста в полтора раза. Правда, Министерство труда предупреждают, что такое смягчение сделает невозможным анонсированный рост пенсий на тысячу рублей в год. Свой отзыв на законопроект подготовили и представители бизнес-сообщества. Вот их предложение. Дать финансовые или административные стимулы для сохранения возрастных сотрудников, упростить процедуру увольнения людей предпенсионного возраста, а также сократить размер и срок компенсационных выплат, возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам, усилить социальную защиту от безработицы. Работников предприятий с особыми условиями труда предлагается перевести с государственных выплат на корпоративные. Есть и те, кто считает, что обсуждение реформы вовсе нужно отложить. Наше предложение – это, безусловно, отложить финансовую формулу на неопределенное количество времени. Это первое основное предложение. Пока она не будет проработана, пока она не будет согласована с профессиональными экспертами и сообществами, невозможно сегодня в рамках вот этого законопроекта вносить какие-то конструктивные предложения, которые могли бы обсуждаться вообще. А пока реформы находятся в стадии активных обсуждений, жители нашей страны предложили свою реформу для представителей власти, которая, по их мнению, поможет чиновникам понять, что такое жить в России, а не в Кремле, Белом доме, Госдуме. Среди прочего, люди предлагают. Приравнять оплату труда президента России, членов и сотрудников правительства, членов и сотрудников Федерального собрания к минимальному размеру оплаты труда МРОД, понизить зарплаты работников Госдумы до минимального прожиточного минимума, заверять нотариальное обещание политиков перед выборами, выплачивать зарплату губернаторам пропорционально средней зарплате в регионе и рейтингу одобрения губернатора населением. Возвращаясь к пенсионной реформе, второе чтение сыграет решающую роль в принятии законопроекта, а состоится оно, по предварительным данным, в середине сентября. Депутаты Законодательного собрания Кировской области также подготовили ряд предложений, которые будут направлены в Москву. Какими они видят изменения в пенсионной системе, в интервью нашему корреспонденту рассказал заместитель председателя Законодательного собрания области Герман Гончаров. Герман Анатольевич, сегодня мы говорим о пенсионной реформе. Скажите, пожалуйста, был принят законопроект, и наши депутаты поддержали его, но должны были принять какие-то поправки разработать, которые будут переданы в Государственную Думу. Разработаны ли эти поправки, и каким образом они разрабатывались, если разработаны? Сразу уточниться, что это не законопроект. Есть порядок рассмотрения соответствующих документов и законопроектов федерального уровня. То есть, когда федеральный уровень принимает какой-то проект, обсуждают, то, естественно, в этом принимают участие непосредственно регионы России. И это тот случай, когда на федеральном уровне есть проект закона об изменении пенсионного законодательства. Я подчеркну, что это не реформа, а изменение пенсионного законодательства. Ну и по срокам рассмотрения законодательных собраний на территориях, естественно, включается повестка дня рассмотрения данного проекта закона, и мы рассматривали это 28 июня. Естественно, там было принято постановление законодательного собрания Кировской области, где предусматривался перечень мер для того, чтобы, если будут изменения в пенсионном законодательстве, то, чтобы учесть непосредственно очень важные моменты в жизни граждан, в том числе и на территории Кировской области. Какие это моменты? Прежде всего, чтобы, если есть перечень, соответствующий досрочные выходы на пенсию наших граждан, соответствующие какие-либо списками, которые уже ранее приняты законодательством, то, наверное, была бы возможность еще расширить этот перечень списка для того, чтобы, естественно, учесть все отрасли, профессии, затем, чтобы было учтено на самом деле и вопросы пенсионной накопительной системы, также, чтобы были учтены интересы граждан, которые будут выходить, ну, если это случится, конечно, ранее на пенсию. Значит, и все, чтобы это было принято в пакетном варианте. Также настаивали и написали в постановлении, чтобы учитывался и кадровый потенциал, также, чтобы было стимулирование работодателя на предмет того, чтобы люди старшего возраста были защищены в данном случае, если будет принято изменение в пенсионном законодательстве. Достаточно много было предложений для того, чтобы, так как у нас регион больше агропромышленной направленности, то даже было подписано председателем законодательства собрания Кировской области Владимиром Васильевичем Быковым соответствующее письмо министру сельского хозяйства, чтобы особое внимание обратить на профессии агропромышленного комплекса, если они на данный момент, с учетом развития высоких технологий или других производств, тоже были учтены, значит, и люди были неограничены в каком-то и социально защищены. Я правильно понимаю, что был все-таки подготовлен какой-то некий список предложений, который будет передан Госдуму? Подготовлено постановление, в котором вот то, что я озвучил, непосредственно указано по полочкам, по пунктам перечислено, что именно хотят депутаты законодательного собрания Кировской области. После принятия постановлений соответствующих регионами России, понятно, что как уже и Центр согласился, и такие рекомендации уже есть на территории, чтобы обсуждение данного важного вопроса, что касается пенсионного законодательства, было принято широко на территории. И непосредственно я принимаю участие в встречах на территориях района Кировской области. То есть депутаты выезжают на предприятия, проводят опрос населения, или как это происходит? Как вы мнение собираете? У меня поездка была в Юрианский район, где соответствующие структуры, в том числе и общественные, и местное самоуправление, желало обменяться мнениями по изменению пенсионного законодательства. Скажите, были ли люди, которые были против пенсионной, против этих изменений? Ну, лично мне на встречах никто не говорил, что я категорически против. Значит, все говорили, ну, коли случилось рассмотрение данного законопроекта, это, наверное, имело место быть, потому что ряд стран прошло через это. Если приводить примеры, то из союзных республиков, как вы знаете, было 15, то 13 уже давно приняли решение по изменению пенсионного законодательства. Осталась Российская Федерация и Узбекистан. Как повышать пенсионный возраст? Значит, в каких пределах? Какие сроки? Значит, это вот уже будет предложение с мест обсуждения общественности, граждан, просто населенных пунктов, поселения, городах, предприятиях, организациях. И мы, в свою очередь, как бы призываем к этому обсуждению. Спасибо большое. До свидания. Какие поправки точно нужно внести в законопроект о пенсионной реформе? Такой вопрос мы задали кировчанам в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». И результаты получились следующими. 54% от всего количества проголосовавших выбрали вариант ответа. Никакие изменения не нужны, то есть опрошенные против пенсионной реформы в целом. И к другим темам. 3000 нарушений правил парковки в Кирове зафиксировали инспекторы ГИБДД за полгода. Большая часть из них выявлена с помощью системы «Паркон». Сейчас в администрации города планируют расширить использование этой системы. Поможет ли это решить проблему с парковкой транспорта? И какие еще варианты могут быть, чтобы освободить улицы от машин? Ответ искала Ирина Сырцева. Центр города – улица Карла Липнихта. Ежедневно машины паркуются здесь с обеих сторон. Хотя, судя по знакам, делать это могут только с одной, в зависимости от того, четный день или нет. Кроме того, водители часто паркуются на пешеходных переходах или не соблюдают расстояние до них. И нарушений, связанных с парковками, в Кирове выявляется все больше. Число машин растет. Кроме того, регистрировать нарушения полицейским помогает техника. Также у нас по городу ездит специализированный автомобиль, оснащенный фото-видеофиксацией «Паркон», который ездит по городу, выявляет нарушения правил парковки, транспортные средства, фотографирует их и передает данные в ЦФАП ГИБДД по городу Кирова. Не только с помощью наказания нужно решать проблему с парковкой в неположенных местах, считает эксперт в сфере недвижимости Андрей Матрохин. В качестве варианта решения предлагает строить дополнительные парковочные места. В других городах мы можем посмотреть, как используются, может быть, рельефы местности, да, те же овраги. Я знаю, в Сибири бывал, в городе Новосибирске, просто очень красиво сделано овраг. И в нем многоуровневые гаражи, стоянки и так далее, да. Судя по данным в интернете, в последние годы в городах Сибири идет как будто негласное соревнование, кто в большем объеме и практичнее решит проблему с парковочными местами. Вот такие, например, башни в Томске возведены по несколько штук в каждом районе города. В них многоуровневые парковки на 600-800 мест, по два этажа под землей и шесть вверх. А в Новосибирске построена автоматическая парковка на 56 автомобилей, в ней 14 этажей. Принцип револьвера позволяет разместить с полсотни авто всего на 100 квадратах. Идею новосибирцы подсмотрели у соседей. В Омске есть такая парковка. Нашли инвесторов и бот многомиллионный проект начал воплощаться. В Кирове вопрос решается, но медленно. Первая платная парковка была открыта вместо рынка на улице Комсомольской. Но спросом у водителей она не пользовалась. Парковались рядом на бесплатных местах. У входа на вокзал и на парковке на привокзальной площади. Сейчас плату временно убрали и водители начали парковаться и здесь. Смысл платить, когда рядом есть, где место поставить бесплатно. Поэтому такая ситуация была. Но, тем не менее, нужно понимать, что это культура платных парковок. Ее нужно информировать. Москва же тоже не сразу пришла. Были определенные негативные мнения. Но если сейчас ездить в Москву, в принципе, все это уже утихло. Все пользуются. Люди едут и знают, что они не будут искать свободное парковочное место, потому что это все дело на платной основе. Тем временем в администрации города уверяют, работа по решению проблем с парковками уже началась. Сейчас она в стадии разработки проектов. Для реализации данных мероприятий проведен расчет потребности финансирования ассигнований, который составил около 20 миллионов рублей. Только когда это случится, конкретные сроки в администрации города пока не называют. Также неизвестно, какие именно парковки будут в приоритете в Кирове в будущем. Наземные, как на Комсомольской, подземные или многоуровневые. Ирина Сырцева, Александр Марченко, Алексей Зырянов. Бюро новостей «Дайвича». Сейчас мы ненадолго прервемся. Во второй части выпуска расскажем, где в Кирове может появиться очередной торговый центр и какие новости сегодня обсуждают в интернете. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Это «Дайвича» и мы продолжаем. Очередной торговый центр может появиться в Кирове. Его планируют построить на месте бывшего завода «Крин». Об этом нам рассказали в Кировском отделении Союза архитекторов. Вот только в правительстве региона эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. О том, что ждет комплекс казенного винного склада – это все здания бывшего завода. Ответ искала Анна Стефаненкова. За этим забором грудоразвален – это то, что осталось от проходной бывшего завода «Крин» на Карла Маркса. Постройку снесли в конце прошлой недели, а здания комплекса казенного винного склада пока остаются нетронутыми. Но это ненадолго предполагает председатель Союза архитекторов Алла Буркова. Оставшиеся два здания комплекса тоже могут снести, а на их месте построить торговый центр. Как, например, здесь, на месте проходной, что на Карла Маркса 18 появится торговая точка, женщине стало известно на заседании градостроительного совета еще 18 июля. Как обычно, у нас в Кирове, кроме как торговых зданий, ничего больше строить нельзя. И, в общем-то, в принципе, что у нас приносит деньги – это торговое здание. Но оно будет не такое маленькое, как вы представляете, не проходное, а будет пять этажей. К такому были не готовы и бывшие работники завода. По словам Татьяны Скасырской, они считали, что здесь должен появиться музей. А ветеранам очень тяжело. И все спрашивают, какая судьба, как завод, потому что люди отдали свой труд. Что комплекс казенного винного склада нужно сохранить, инициативные кировчане решили еще месяц назад. Тогда они направили в Министерство культуры предложение о внесении зданий в реестр памятников культурного наследия. Сохранить решили, потому что оно представляет образец хорошей промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20-го века. Его построил знаменитый архитектор Иван Чарушин. Оно представляет собой здание, выполненное в так называемом кирпичном стиле. Вот только сохранить весь комплекс уже не получится, говорят в правительстве. И спасти проходную якобы было не в силах. Потому что на момент принятия собственником решения о его разборке данный объект не являлся выявленным объектом культурного наследия. И, соответственно, законных оснований приостановить данные работы управления нет. Но сохранить два здания они еще могут при управлении государственной охраны объектов культурного наследия создали комиссию, которая решит, вносить постройки завода Крин в реестр или нет. Решение о судьбе зданий должно быть принято к середине октября. Тем временем архитекторы надеются, что за это время оставшиеся два здания не успеют уничтожить. Анна Стефаненкова, Александр Марченко, Беронова Стийдавича. Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Добрый вечер. В интернете сегодня появились фото и видео серьезного пожара в Сочи. Рано утром в Адверском районе города загорелся деревянный двухэтажный жилой дом. В результате пожара погибли 8 человек, еще трое получили травмы и ожоги. По некоторым данным, жертвами происшествия стали рабочие из стран СНГ. По сообщениям экстренных служб региона, причиной возгорания мог стать мангал. С него огонь перекинулся на временные строения, которые были обшиты сайдингом. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции и на месте работают следователи. Одна из популярных новостей в Кировской ленте – задержание мошенников-гастролеров. Серия преступлений прокатилась по региону в середине июля. Аферисты заходили к пожилым людям. Один из мужчин представлялся профессором медицины и предлагал исцелиться с помощью массажера для глаз. Как отмечают в полиции, устройство продается в магазинах за 500 рублей, но мошенники завышали цену в несколько десятков раз. К примеру, 87-летнему жителю Котельнича массажер обошелся в 42 тысячи рублей. В какой-то момент автомобиль злоумышленников удалось запечатлеть на камеру видеорегистратора. И вот на днях машину задержали в Кирове. Подозреваемые – трое жителей Свердловской области. Двое мужчин и одна женщина. Сейчас гастролеров допрашивают. В Самаре придумали новый способ борьбы с должниками из ЖКХ. На них воздействуют с помощью так называемой «пирамиды позора». Это трехтонная металлическая конструкция, на которой написано «здесь живет должник» и «вы должник». Изначально такие пирамиды устанавливали рядом с частными домами. Как ни странно, мира оказалась действенной. Должники быстро расплачивались с долгами. Теперь коммунальщики решили распространить ноу-хау на многоэтажке. На днях облегченную конструкцию с помощью крана водрузили напротив окон должника. Там пирамида будет висеть по несколько часов утром и вечером, пока сумма не будет выплачена. И в интернете набирает популярность завораживающее видео, снятое внутри огромной волны в Африке. Кадры снял 23-летний серфер. Он специально приехал в Намибию с Гавайских островов, чтобы прокатиться на большой волне. Молодой человек снял путешествие на камеру GoPro и на квадрокоптер, а затем смонтировал цельное видео из самых ярких моментов. У меня на этом все. До встречи. Таким был этот понедельник, 30 июля. Глазами наших корреспондентов напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok